Новый взгляд Константинова, смотрите в выпуске. Депутаты Госдумы решили ударить штрафами по народным целителям, которых, по их мнению, стало очень много. Мы решили узнать, есть ли в Соликамске чудо-лекари и как к ним относятся названные профессионалы. Государственная Дума Российской Федерации уже не раз пыталась принять закон, контролирующий оказание магических и оккультных услуг. Но каждый раз дело не доходило дальше разговоров. Все законопроекты этой направленности не доходили даже до всеобщего обсуждения. Очень сложно сформулировать в законодательном поле такие понятия, как приворот, порча или сглаз. Вы когда-нибудь обращались к магам, к целителям, волшебникам по поводу порчи или сглаза? Нет, спасибо. Нет, никогда. Никогда не обращалась. Я даже не знаю, где они находятся и никуда не писала. Нет, ни разу. Не верите? Да как бы не приходилось обращаться. Никогда в жизни. А почему? Я в это не верю. Я обращалась к бабушке. Она мне помогла. Реально помогла бабушка. А что за бабушка была? Это в чердане бабушка ведунья. И все. Вот она помогла. Я ей большое спасибо могу сказать. Которая бабушка, я ей истинно говорю, которые лечат и деньги не берут, это настоящие целители, как говорится. Также и соликамская целительница бабушка Таня на протяжении нескольких десятков лет абсолютно бесплатно помогала и продолжает помогать сотням страждущих. К ней за помощью обращаются не только жители Соликамска. Приезжают со всего Пермского края и чаще всего, чтобы вылечить бесплодие. Бабушка Таня подсчитала, что начиная с 2000 года она подарила радость материнства более 3000 женщин. Потомственная целительница избавила от разных недугов тех, кому врачи сказали безнадежен. Ну, не было такого случая, чтобы вернулись и меня ругали. Что ты такая-сяка. А я ведь ничего не беру. Я лечу от всей души. Слушаю вас. Здравствуйте. Да, буду дома. А что у вас? Вы в Перми живете? Хорошо, хорошо. Приезжайте до шести вечера. Даже во время нашей беседы к бабушке Тане приходили за помощью. Двери дома у нее всегда для всех открыты. Душа Катя, скажите, что у меня такое? Это потом вы ко мне придете. Это летучий огонь. Ох, страшно. Его лечить надо. Вы здесь живете? Да. Ну вот, найдете. Я две недели буду здесь. За лечение бабушка Таня ничего не берет. Однако многие псевдоцелители берут за лечение огромные деньги. Во многих странах этот вид оказания помощи населению четко реломентирован законом. В Белоруссии такой бизнес в принципе запрещен. В США все магические салоны работают по лицензии и платят налоги в казну страны. В Европейском Союзе также много подобных законов. Времена дикого бизнеса в России давно прошли. Любая деятельность, связанная с финансами, также должна быть прозрачной и законной. Так что даже так называемый приворот должен быть под контролем закона. Когда обращается к подобным магам, гадалкам, вражаям, по сути дела, обращается к бесовской силе. Это тонкие психологи, у которых нет никакого, как им кажется, дара, но при этом они занимаются манипулированием сознанием человека. Манипулируем. Это тонкая психология, и этими психотехниками пользуются многие сектанты, тоталитарных сектах. Дьявол ничего не может сделать с человеком до тех пор, пока человек сам не разрешит ему. И только тогда, когда человек сам разрешает дьявол, он подступается к нему и делает с ним все, что угодно. При этом он может дать ему временное облегчение, временное облегчение его физических каких-то страданий, но при этом душу свою погубить. В декабре нынешнего года российские парламентарии предприняли очередную попытку регламентировать так называемый магический бизнес в здравоохранении. И на сей раз она оказалась успешной. При этом любопытно, что услуги колдунов, магов или экстрасенсов не запрещаются, но будут оказываться пациентам исключительно под контролем профессионального медицинского работника или медицинской организации с разрешения властей. Оказываться такие услуги могут только лицом, которое получило разрешение на их предоставление, органов исполнительной власти Российской Федерации и только под контролем профессионального врача. Если мне покажут, что есть лицензия, если мне покажут сертификат на право этого вида деятельности, почему бы нет, ведь сегодня мы знаем, что есть люди от Бога, которые тоже могут лечить, но для этого они должны предъявить документы. Заметим, что в законопроекте имеется перечень заболеваний, при которых оказание таких услуг запрещено. Запрещается оказывать оккультно-мистические услуги пациентам, которые страдают онкологическими заболеваниями и инфицированными заболеваниями, с ПИДом, наркоманом и лицам с тяжелым психическим расстройством, женщинам с осложнениями при беременности, а также тем, кому необходимо хирургическое вмешательство. За нарушение правил оказания оккультно-мистических услуг в медицине предусмотрена административная ответственность – штраф от 2 до 10 тысяч рублей. Предусматривается также внесение поправок в закон о рекламе. Так, реклама оккультно-мистических услуг в сфере здравоохранения не должна размещаться на первой и последней полосах газет и журналов, в теле- и радиопрограммах. Также реклама запрещена на всех видах транспортных средств общего пользования и на объектах транспортной инфраструктуры и на рекламных конструкциях. Если вы верите в сверхъестественные способности так называемых магов и целителей и обращаетесь к ним за помощью, то будьте осторожны. Минздрав предупреждает, если вы все-таки обратились за помощью к такому целителю, то возможно, что он плохо повлияет на ваше здоровье с лицензией эти услуги или нет. Что готовить на завтра соликамская погода, расскажем сразу после короткой рекламы, а в завершении выпуска вы увидите. Во вторник, 17 декабря, соликамские термометры днем покажут минус 25 градусов. Относерное давление 747 миллиметров ртутного столба. Ветер западный 2 метра в секунду. Пасмурно, осадков не ожидается. Ну а теперь о погоде в других городах. В Чердане термометры покажут минус 25 градусов. Пасмурно. В Перми днем минус 23 градуса. Пасмурно, осадков не ожидается. В Губахе температура днем минус 23 градуса. Пасмурно. В Екатеринбурге днем минус 24 градуса. Пасмурно, осадков не ожидается. Управление гражданской защиты города Соликамска предупреждает. В зимнее время соблюдайте правила безопасности. Проезд автотранспорта возможен только по организованным переправам. Телефон единой дежурно-диспетчерской службы 112. Телефон доверия Главного управления МЧС России по Пермскому краю в Перми 210-45-67. Ломаете голову, что подарить любимым и близким на Новый год? Бассейн Дельфин предлагает всем горожанам активный отдых и спа-процедуры. Тайский массаж, динамичная сальса или степа аэробика. Плавание, акваэробика, тренажерный зал ждут вас. Расслабляющие процедуры для лица и тела. Лечебная паровая бочка, солярий с новыми лампами. Эти и многие другие услуги бассейна Дельфин смогут стать прекрасным подарком. На Новый год и новогодние праздники для ваших родных и любимых. Сертификаты на любую сумму можно оформить в бассейне Дельфин. Справки по телефону 5-20-19 и 5-10-05. В пятницу мы рассказывали о девочке с тяжелым заболеванием. Хроническая трехиостома. Диану вместе с мамой в очередной раз выписали из больницы. И они вернулись в небезопасные условия. Там образуется очень много мокроты и очень сложно дышать. Нужно санировать. Я включаю аппарат, беру зонт и чищу трубочку, вожу туда и хорошо санирую всю эту слизь, убираю. Марина сейчас стоит возле кроватки Дианы и радуется, что дочь уже дома. Почти месяц девочка провела в больнице, в очередной раз попав туда в критическом состоянии. Причина все та же. В общежитии отключили свет. Если остальные жители смогли три часа побыть без электричества, то для Дианы это были худшие часы. Она у меня уже не спала, то есть она у меня уже похрипывала. Я ее не санировала тогда. То есть я думала, ну, вроде как бы смотрю, вроде как и хрипы, там вроде уже такое дыхание. То есть думаю, ну все обойдется. Ну ничего, обойдется. Думаю, ну ничего, потерпим. Когда включили свет, я ей столько слизи отсценировала. То есть вообще там уже настолько все там забилось вообще. И вот, говорю, через день мы попали в реанимацию. Хроническая трехиостома. Для многих это просто название болезни. Но для Марины и Дианы это страшный диагноз. Когда девочка не может сама дышать и уж тем более откашлять то, что мешает ей в горле. Мы уже говорили о том, что для девочки не только вирус может стать смертельным. Аппарат работает от электричества. В любой момент могут отключить свет. Диана просто может не стать от удушья, от несвоевременного вакцинирования трехиостома. Поэтому у нас сумка с принадлежностями всегда собрана. В комнате должен быть всегда чистый и влажный воздух. Но в таких условиях это очень тяжело. Но Марина делает все возможное для поддержания комнаты. В квартире чисто и уютно, что не сказать об общей ванной с душем. Где даже у взрослого человека не появится желание помыться. Марина свыклась с такими неудобствами. Ведь рядом есть дочь, которая должна дышать. Но из-за долгов ТСЖ всего, что уже добилась семья Овчинниковых, можно лишиться. Мы позвонили в управляющую компанию, узнать, когда же все наладится. Управляющая компания. Алло, здравствуйте, это телекомпания СОЛЬ-ТВ. Меня зовут Евгения. Мы звоним по вопросу общежития Осокина, 24. ТСЖ в стадии ликвидации. Сейчас, значит, у них прямые договора должны быть. Мы их предупредили, прокуратуры тоже предупредили по поводу отключения. И они отключить ни в коем случае не могут. Что больше подействовало на понимание ТСЖ, предупреждение прокуратуры или ситуация, в которой находятся Марина и ее дочь, остается неизвестным. Но будем надеяться, что внеплановых отключений не будет. И Диана сможет дышать без боли. А Марина не будет бояться за свою дочь. Евгения Константинова, Сергей Зибзеев, телекомпания СОЛЬТОВА. Эпидемию гриппа медики прогнозируют на конец января. Но уже сейчас в поликлиниках стоят очереди простывших. Что сделать, чтобы не пополнить их ряды, расскажет наш эксперт, врач Елена Пономарева. Наступает осень. Что можно сделать, как помочь своему организму, чтобы не заболеть? Ну, во-первых, надо определить состояние своего иммунитета. Существует такой очень простой тест. Если вы болеете чаще 4 раза в год, это говорит уже о том, что иммунная система работает с недостаточным напряжением. Для того, чтобы помочь организму все-таки вырабатывать свой иммунитет, особенно в период подъема вот этих вирусных заболеваний, первое, это, конечно, вакцинация. Вакцинация, которая должна начаться в октябре, потому что иммунной системе нужно дать толчок, чтобы она заработала. И вакцина в этом помогает. Второе, это прием витаминов, потому что витамины, они стимулируют выработку антител. Использование растительных фитонцидов, это лук, чеснок, про них не следует забывать, хотя это старо как мир, но ими нужно пользоваться. Дальше здесь можно также порекомендовать промывание носа в этот период подъема инфекционных вот этих заболеваний, промывание носа, полоскание глотки. После вы особенно приходите с работы, прополоскали, промыли все, чтобы смыть всех тех инфекционных агентов, которые, значит, осили за день на ваших слизистых оболочках. И обязательно, вот следует обратить внимание на соблюдение личной гигиены. Дальше здесь можно порекомендовать, конечно, закаливание. Вот сейчас вот особенно уже начинается период, который предшествует развитию вот этих инфекций. Это закаливание, использование природных факторов. Это вода, воздух, то есть контрастное обливание, хождение босиком там по холодной рассе, там по снегу в дальнейшем можно тоже пользоваться этим. Такие вот самые простые процедуры. Прогулки на свежем воздухе обязательно повышение физической активности. 30-40 минут – это либо легкая зарядка, либо хождение. Это, значит, ходьба может быть где-то, особенно на улице. Это основные правила как раз вот профилактики вот этих всех простудных заболеваний. Если их соблюдать, то можно остаться здоровыми в течение вот этого всего неблагоприятного периода. На этом основная часть выпуска подошла к концу. Сразу после короткой рекламы мы расскажем, что сулят нам звезды на этой неделе. А у меня на этом все. Телекомпания Соль ТВ желает вам интересных, полезных, а самое главное – хороших новостей. В студии была Евгения Константинова. Увидимся с вами завтра на телеканале «Звезда» в 18.30. Всего вам доброго. Управление гражданской защиты города Соликамска предупреждает. Осторожно, тонкий лед – не место для прогулок. Безопасная толщина льда – 15 сантиметров. Телефон единой дежурно-диспетчерской службы – 112. Телефон единой дождь деревни льда. Телефон единой дождь льда в 13.75. Телефон единой дождь льда. Поздание союзерима нетиной дождей. Безопасной толщины льда. Безопасной толщины льда в 19.30 ст. У Овнов довольно хорошая неделя. На работе дела будут идти более чем хорошо, но для этого придется больше работать. Близкие люди будут поддерживать вас в любом начинании. Телецов на этой неделе будет привлекать все мистическое, но не стоит сильно увлекаться и искать во всем сверхъестественное. Жизнь проще, чем вам кажется. Близнецы, вы сами кузнецы своего счастья. Не загружайте себя плохими мыслями. Обратите внимание на окружающих вас людей. Среди них есть ваша половинка. Ракам стоит быть готовыми к сюрпризам, которые вам приготовила судьба. Они будут более чем приятные и принесут не только хорошее настроение, но и материальные блага. Львы полны энергии и все ваши начинания будут заканчиваться успехом. Люди будут в восторге от вашей работы, что придаст вам больше уверенности. Делам стоит больше отдыхать, иначе к концу недели есть вероятность заболеть. А у вас еще много дел, связанных с родными. На этой неделе во время прогулки есть шанс встретить свою вторую половинку. Неделя для весов будет удачной. К вам вернется ваш творческий настрой, без которого вы уже устали работать. Все дела вам будут только в радость. В конце недели уделите внимание семье. Скорпионам следует внимательнее относиться к своему финансовому положению. Также стоит отложить свои эмоции. Иначе есть шанс поругаться со всеми близкими людьми. Будьте терпимее к окружающим. Стрельцам нужно будет записывать свои дела. Есть вероятность что-то забыть сделать. Не пытайтесь помочь друзьям в ссоре. Можете остаться виноватым. У козерогов на этой неделе появятся новые связи, которые обязательно пригодятся вам в будущем. В конце недели можно смело отправляться за покупками. Водолеи. Не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня. Каждая мелочь в работе значит многое. Обратите на нее внимание и будьте аккуратны с электрическими приборами. У рыб наступает удачное время для всех начинаний. Финансовое положение улучшится. Энергия ни на минуту вас не покинет. А знакомые будут черпать вас вдохновение. Но не забывайте про свою вторую половинку. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова